Атаман, Атаманушка, Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! В зале заседания муниципального образования Северский район состоялось рабочее совещание. Всего на совещании было рассмотрено три вопроса. О реконструкции средней общеобразовательной школы номер 43 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. В рамках первого этапа государственной программы социально-экономической и инновационной развития Краснодарского края доложил директор муниципального казенного учреждения муниципального образования Северский район Управление капитального строительства Сергей Седашев. О результативности участия творческих коллективов централизованных клубных систем в краевых районных фестивалях и конкурсах 2017 года доложила начальник управления культуры Галинина Куролесина. Третьим был рассмотрен вопрос о наведении санитарного порядка на территориях Афибского, Шабановского, Михайловского и Львовского поселений. Также на совещании была озвучена дополнительная информация о состоянии мемориальных памятников и обелисков и анализу задолженности по редной плате за землю в разрезе городских и сельских поселений. Продолжает выпуск информации о происшествиях. В станице Григорьевской произошел пожар. Как сообщил в интервью атаману начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю полковник внутренней службы Александр Тарарыкин, в 9 часов 3 минуты на пульт диспетчера 01 Северского гарнизона пожарной охраны поступил звонок о возгорании. Первые подразделения прибыли на место тушения через 6 минут. Горели цех и склад по производству пластиковой продукции. Первоначально пожару был присвоен второй ранг, но по прибытию руководителей тушения пожара и основных подразделений его ранг был поднят до третьего. В ходе выполнения необходимых действий пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. Задействовано 18 единиц техники, 53 человека личного состава, в том числе от МЧС 13 единиц техники и 39 человек личного состава. Предварительно погибших, пострадавших нет, только ущербу и по причине будем определяться. Вечером в минувшую пятницу в станице Северское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Водитель автомобиля ВАЗ-21093, двигаясь по улице 50 лет октября, совершил наезд на мужчину, переходящего дорогу, по нерегулируемому пешеходному переходу. Предварительная причина ДТП, по информации отдела ГИБДД, нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Пострадавший с травмами был госпитализирован в Северскую центральную районную больницу. По данному факту проводится административное расследование. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее! Северские полицейские подвели итоги работы 2017 года. По информации, предоставленной пресс-службой отдела МВД России по Северскому району, результаты оперативно-служебной деятельности ОМВД были озвучены на итоговом оперативном совещании. В мероприятии приняли участие начальник отдела МВД России по Северскому району Николай Синельников, глава муниципального образования Северский район Адам Джарим, прокурор Северского района Евгений Фоменко, руководитель следственного отдела по Северскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Александр Синько, начальник управления по работе с личным составом Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Владимир Нинахов, члены Общественного совета при отделе МВД России по Северскому району и личный состав ОМВД. В ходе совещания был озвучен доклад об итогах оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по Северскому району за 2017 год. За 12 месяцев зарегистрировано 1039 преступлений, раскрыто и расследовано 737. По итогам работы в 2017 году оперативно-служебная деятельность отдела МВД России по Северскому району оценена положительно. Продолжение следует...